Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня для вас, специально по вашим многочисленным просьбам, я покажу тренинг дыхтовидных мышц. Но не просто тренировку, а тренировку на промежуточные мышечные волокна. Если большинство из вас, из нас, знают, как тренировать окислительные мышечные волокна, это когда мы работаем в определенный промежуток времени и столько же отдыхаем. К примеру, 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Либо 40 секунд работаем, 40 секунд отдыхаем. И гликолитические мышечные волокна, обычный режим, все знают, как это делать. Но мало кто знает, как тренировать промежуточные мышечные волокна. А ведь это тоже определенный тип мышечного волокна, который требует на себя внимания, чтобы мышцы были большими, сильными и, конечно же, выносливыми. Погнали! В начале я делаю, несмотря на то, что у меня уже повреждена вращательная манжета плеча, все равно делаю легкие упражнения на ротаторную манжету плеча. Советую вам, настоятельно рекомендую делать это перед всеми жимами. Для чего? Потому что, когда мы тренируемся с вами в обычном режиме, в обычных наших упражнениях, ротаторы не задействованы. Растет сила грудных, растет сила Д. Получается диспропорция в силе, мышцы тянут на себя, какие-то слабые мышцы не справляются с работой и происходит повреждение, разрыв вращательной манжеты плеча. А вы знаете, что вращательная манжета плеча не есть сам сустав. Поэтому, друзья, настоятельно рекомендую вам начинать все тренировки с жима, именно с этих упражнений. Если вы будете делать один-два раза в неделю данное упражнение, то вы убережете себя от травм плеча, плечевого сустава. Можно делать это один-два раза в неделю, но самое главное не борщить с весами, делать все очень медленно и очень плавно. Повторяюсь, веса здесь не важны. Первое упражнение сегодняшнего комплекса будут экстензии спины с одновременным отведением гантелей в стороны. Так как у меня это упражнение больше разминочное, я буду делать это упражнение с относительно небольшими весами и мне будет достаточно дисков от штанги. Обычно я делаю, когда у меня тренировка окислительных мышечных волокон или гликолитических, это упражнение наоборот с более тяжелыми гантелями для соответствующего выброса гормонов в кровь. Но в данном варианте тренинга достаточно будет сделать 3-4 подхода, того, что вы видите сейчас на экранах. Следующее упражнение и первое упражнение, конкретно уже на промежуточные мышечные волокна, будет отведение гантелей лежа на наклонной скамье грудью. Для чего нужно делать это упражнение? Почему не в наклоне? Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, знают и понимают это сами. Для того, чтобы снять ненужную нагрузку с поясничного отдела позвоночника. И гораздо эффективнее делать это упражнение именно не в наклоне, а на скамье, потому что исключается момент инерции, и вы целиком и полностью всю нагрузку будете направлять в заднюю дельту. А вы не раз уже слышали от меня, что именно задняя дельта диктует общий объем всей дельтовидной мышцы. Несмотря на то, что все три пучка это отдельная мышца, но сначала берут они все-таки в одном месте, крепятся в одном месте. Потом уже пучки расходятся. И если вы хотите иметь огромные шары, как шары для боулинга вашей дельты, чтобы раздувались и выглядели, вам необходимо всегда начинать ваш тренинг именно с заднего пучка. Делаем 2-3 разминочных подхода, в которых мы не устаем, плавно подводим к себя к нагрузке и к рабочему весу дня. Как должен выглядеть сам подход? Подход у нас будет всего один, но состоять из двух, можно сказать, суперсетов. Когда мы возьмем с вами такие гантели, с помощью которых мы сможем сделать 10-12 повторений, в абсолютный отказ должно быть острое ощущение жжения, и при этом вы не могли уже действовать в полную амплитуду. Бросаете гантели, берете заранее приготовленные гантельки, поменьше весом, примерно на 20% меньше того веса, который вы использовали в первом подходите, и добиваете сразу 6-8 повторений тоже в отказ. На этом данное упражнение заканчивается, и мы отдыхаем, переходим к следующему упражнению. А следующим упражнением будут жимы в тренажере. Почему в тренажере? Потому что гораздо легче будет так соблюдать вам технику движения, все-таки мы работать будем в отказ, и необходимо четко понимать, что техника ваша не нарушится, что вы не получите травму. Это очень и очень важный момент. Я выполняю 3 подводящих, разминочно-подводящих подхода, когда постепенно приближаюсь к рабочему весу, с которым опять-таки нужно сделать 8-12 повторений в отказ. Я, к сожалению, чуть-чуть неправильно подсчитал сегодня свои силы. И сделал всего 6 повторений, и во втором подходе тоже. Подход у нас рабочий тоже один. Как он выглядит? Точно так же, как и в предыдущем упражнении. Мы делаем с вами до отказа на 8-12 повторений, сбрасываем примерно 20% веса, и сразу же добиваем еще 6-8 повторений. На этом данное упражнение тоже заканчивается. Мы переходим с вами к следующему упражнению. Работать я буду в нем тоже в тренажере, но можно работать и с гантелями. Мне очень нравится данный тренажер. Он очень старый, но непосредственно бьет прямо в среднюю дельту. Я здесь сделаю 3 сбрасывания. То есть сбрасывания будет 2, но будет 3 суперсетика таких. Когда я первый раз поработаю на 12-13 повторений в отказ, а последующие 2 повторяю, постараюсь сделать 8-6 повторений тоже в отказ. Один всего будет подводящий подход. На этом заканчивается. И заключительное упражнение. Оно будет не в режиме промежуточных мышечных волокон, а будет больше в пампинговом режиме. Я даже не буду стараться считать количество повторений. Буду сосредотачиваться на связке передней дельты и верхогрудных мышц. Да, для тех, кто не знает, эти две мышцы работают чаще всего практически всегда одновременно. И вы можете это чувствовать, выполняя данное упражнение. Оно как для верхогрудных, так и на переднюю дельту. Попробуйте, и вы почувствуете это на себе. Друзья, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировка. Я вам показал, как я тренируюсь. Именно точно так же, как и в своих группах. В своей закрытой группе, где я на каждую неделю укладываю новую программу тренинга. Как раз таки, рассчитанную и основанную на принципе циклирования, периодизации от различного типа мышечных волокон. Мы с вами будем тренировать и тренируем в этой группе все типы мышечных волокон. И на все качества. На силу, на выносливость и, естественно, на массу. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Силы вам, массы. И, конечно же, чтобы все это обходилось без травм. Не забудьте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней. Отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова